Георгий Гамов Годы жизни 1904-1968 Георгий Антонович Гамов родился 20 февраля 1904 года в Одессе в дворянской семье учителя русского языка и литературы Антона Михайловича Гамова и его жены Александры Арсеньевны. Урожденные Лебединцевой. Уже в раннем детстве Георгий увлекся точными науками — физикой, химией, биологией. В семье это увлечение поощряли. И в 913-м мальчик поступил в Одесское реальное училище. Революции и гражданская война на семье Гамовых не отразились. Страну они решили не покидать и остались в Одессе. Так что закончил учебу Георгий уже при советской власти. В 1920-м году он поступил на математическое отделение физико-математического факультета Новороссийского университета и одновременно устроился на работу в вычислительное бюро Одесской астрономической обсерватории. Два года спустя Георгий принял важное решение перевестись на физико-математический факультет Петроградского университета. Центр молодой советской физики тогда размещался именно там. А Гамов не хотел оставаться в стороне от новейших тенденций. Вскоре стало ясно, что с выбором вуза он не ошибся. В 1926-м одаренный студент был оставлен в аспирантуре, где его руководителем стал знаменитый физик Крутков. Тогда же кандидатура Гамова была рассмотрена на предмет научной стажировки за рубежом. Правда, документы ему выдали только в мае 1928 года. В Гетингенгском университете Гамов занялся теорией атомного ядра, и уже в июле 1928-го опубликованная в немецком журнале статья 24-летнего советского физика об альфа-частицах прославила его на весь научный мир. В сентябре 1928-го, по пути в Ленинград, Гамов посетил в Копенгагене Нильса Бора. Это стало началом активной зарубежной деятельности молодого советского физика. Бор рекомендовал ему остаться в Дании на год, выхлопотал стипендию. Гамов мог свободно путешествовать по Европе, встречаться с ведущими физиками. В СССР он вернулся в начале 1929-го, но ненадолго. В сентябре уехал в Великобританию, так как получил годовой грант Рокфеллеровского центра для работы в Ковендежской лаборатории в Кембридже. Весной 1931-го срок действия визы истек, и Гамов в очередной раз вернулся в СССР. Надо сказать, что такое долговременное пребывание за границей сходило Гамову с рук. Он считался одним из талантливейших советских физиков, и ему прощалось многое, в том числе и буржуазные привычки, например, любовь к мотоциклам и кино. Но свидетельством официального признания его заслуг стало избрание в марте 1932-го членом-корреспондентом Академии наук СССР. Гамов так и остался самым молодым в истории Академии, получившим это звание. Ему было всего 28 лет. Внешне в судьбе ученого все выглядело благополучно. Он трудился в Радиевом институте, где шли работы над первым в Европе циклотроном, физико-математическом и физико-техническом институтах, Ленинградском университете, выпустил книгу «Атомное ядро и радиоактивность». Однако Гамов чувствовал, что ему начинают ставить палки в колеса. Так его идею о создании института теоретической физики положили под сукно. А осенью 1931-го Гамова не выпустили в Рим на Международный конгресс по ядерной физике. Тогда ученый начал вынашивать план побега из СССР. Вместе с женой даже попытался летом 1932-го во время отдыха в Крыму уплыть на байдарке в Турцию, но помешал разыгравшийся шторм. Только осенью 1933-го Гамов, назначенный представителем СССР на очередном Сольвеевском конгрессе в Брюсселе, смог вырваться из страны, причем выхлопотал у Молотова визу и для жены. После завершения командировки на родину Гамов уже не вернулся. Впрочем, в Советском Союзе еще довольно долго считали Гамова своим. Только в октябре 1934-го его уволили из радиового института, а в апреле 1938-го лишили членства в Академии наук. Так молодой физик стал невозвращенцем. После бегства из СССР Гамов не сидел без работы. Его наперебой звали то в Копенгаген, то в Кембридж, то в Париж. Наконец, в октябре 1934-го ученый окончательно перебрался в США, где получил должность профессора в университете Джорджа Вашингтона. Там Гамов заинтересовался новой для него проблемой происхождения Вселенной и эволюции звезд. В 1941-м ученого привлекли к проекту по созданию атомной бомбы, а семь лет спустя – водородной бомбы. По свидетельству Судоплатова, в это время Гамов и его жена поддерживали связи с советской разведкой, снабжая ее сведениями по продвижению атомных проектов. Гамов внес огромный вклад в развитие двух далеко отстоящих друг от друга наук – космологии и молекулярной биологии. В первой он стал автором теории горячей Вселенной, во второй – существенно уточнил формулу ДНК. По следам работ Гамова, американские ученые Холли, Корон и Ниренберг получили в 1968-м Нобелевскую премию. Прославился Гамов и как блестящий популяризатор науки. Он придумал смешного персонажа – обычного американца мистера Томпкинса и провел его через множество приключений – от исследования собственного тела изнутри до постижения модели Вселенной. Книжки о Томпкинсе стали настольными для нескольких поколений американских школьников. Не меньшим успехом пользовались и его книги «Рождение и смерть Солнца» и «Биография Земли». За свои научные достижения ученый был удостоен премии Каллинга, 56-й год, присуждаемой ЮНЕСКО. Избран членом Национальной академии наук США, Королевской академии наук и искусств Дании, Международного астрономического союза, Американского физического общества. С 56-го Гамов жил в городе Боулдер, штат Колорадо, где работал профессором Колорадского университета. Там же, в Боулдере, он и скончался 19 августа 1968 года в возрасте 64 лет. Могила знаменитого физика находится на кладбище Гринмаунтин.